Удивительно, что вы текст написали. Я когда узнал, что вы автор текста, я честно сказать, что я удивился. Это был мой первый опыт, и после этого, я хочу сказать, Викторе Яковлевичу огромное спасибо за доверие. Я всегда писала и музыку, и стихи, но никогда никому не показывала. Я считала, что это не мое дело, потому что я не профессионал в этом плане. Я и в пении не профессионал, поэтому мне и так за себя иногда стыдно бывает. Поэтому я думаю, куда мне еще своим творчеством в плане сочинительства... А в чем вы профессионал, если вы так скромно относитесь к своей способностям? Я, наверное, ни в чем вообще. Я думаю, что пока я профессионал... А как актриса вы не профессионал? Нет, я никогда не училась. Я считаю, что профессиональный человек, который закончил... Да многие, знаете, учатся, учатся, и как-то не очень у них получается. Да, 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 который все-таки закончил. Я как-то вот, знаете, за что зацепился? Вы верите, значит, в предсказания, да? Потому что я знаю такой эпизод, что вы со своей сестрой два года не общались. Да. И решили ей набраться, когда какой-то экстрасенс сказал, что вы забеременеете, когда помиритесь с сестрой, вы быстро-быстро стали мириться. А если вот эту экстрасенс не встретили, до сих пор вы не общались? Нет, вы знаете, это просто был такой ключевой момент. То есть, конечно, когда мы с ней поссорились, там в первый же день хотелось помириться, но мы пошли обе на принцип. Вот, и поэтому два года не общались. И это было очень тяжело. И каждый день я хотела позвонить, и она хотела позвонить. Но вот сыграла вот это, гордость женская сыграла. Отпустила я, разлука в дом вошла. Ну, это типа слова из песни моей. И, значит, и поэтому каждый день мы хотели помириться. И когда уже это был такой пик, пик, когда мне начали все это как бы рассказывать, эти экстрасенсы, что она там начала водить спичками, и говорить, что вот здесь на втором этаже была какая-то вот очень такая, ну, ситуация напряженная с твоей сестрой родной, ссора была. И это было действительно так, это ее комната находилась прямо над кухней. Но этого никто не знал, потому что в моем доме никто не был. И я, ну, я верю в какие-то вещи, конечно, это можно предсказуемо там рассказать, рассказать. Короче, неважно, я верю. Вот. И, значит, ну, она просто говорила мне еще такие вещи, которые вообще никто не знает. И поэтому она говорит, я, я, а я очень хотела ребенка, очень давно, и у меня у нас ничего не получалось, и я уже там хотел делать эко, там, фиге-ка, я не знаю, целиком, эко. И она говорит, если вы не помиритесь, не помиритесь с сестрой, ничего не получится. Вот. И, как бы, вот это была, конечно, такая отправная, это такая точка. Я позвонила Лене, и оказалось, что она на шестом месяце беременности. Ну, это как раз мальчик, который вам пообещали. Да, мальчик, который мне сказали, что я беременная. Все сказали экстрасенсу, что я беременная мальчиком. Я говорю, ну, этого не может быть, я не беременна. Вот. И говорит, ну, нет, сто процентов, вот вы беременны мальчиком. И вот, когда я позвонила сестре, она говорит, я на шестом месяце беременности мальчиком. Именно вот Елисейка, моим крестом, просто невозможным. Ну, видимо, какие-то моменты все-таки есть. А поссорились вы из-за чего? Девочки обычно из-за мальчика ссорятся? Нет, я даже не хочу вспоминать, что это слова материальные, поэтому слава богу, что все это прошло и забыло. Значит, точно из-за мужчины. Нет, мы из-за мужчины никогда не ссорились. Да? Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва-24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова